Я не верю в Бога, а знаю, что он существует. Карл Густав Юнг о Боге и о своем опыте клинической смерти. В возрасте 68 лет, когда я сломал ногу и потом пережил сердечный приступ, я оказался на грани между жизнью и смертью. В тот момент, когда мне явились странные видения, я осознал, что мои дни могут быть сочтены, вспоминал всемирно признанный психиатр. Однако зима 1944 года не стала для меня последней. Меня вернули к жизни. После этого я поделился своими переживаниями в момент клинической смерти и мыслями, которые они вызвали. Я испытывал сильный гнев к доктору, который вернул меня обратно к жизни. Трудно сказать, было ли мое видение сном или реальностью. Однако в этот момент, возможно, произошло нечто удивительное. Я поднялся высоко вверх и очутился в космосе, где я видел Землю, которая сияла великолепным синим светом, рассказывал Юнг о своем видении. Под впечатлением от красоты увиденного, я начал разглядывать земные континенты и океаны, растилающиеся у моих ног. Затем я осознал, насколько далеко от Земли я нахожусь. В моем видении я оказался на расстоянии полутора тысяч километров над поверхностью планеты. Потрясенной красотой, я оторвался от Земли и ощутил, как меня несет вдаль. Когда Юнг повернулся спиной к планете, он увидел огромный каменный блок, парящий в просторах космоса, как и сам психиатр. Вдруг все оборвалось, и я очутился рядом с древним храмом, выбитым в скале. Я почувствовал, что при входе в этот храм раскроются все мои тайны, что я узнаю все про себя и про свою жизнь. Я ощущал, что сейчас я узнаю все о своем настоящем и будущем, рассказывал психиатр. Тем не менее, мне не суждено было войти в храм. Врач, который лечил меня, появился у входа. Он был обрамлен золотым свечением. Мы общались с ним на уровне мыслей телепатически. Из этой беседы я узнал, что врач был послан ко мне с важным посланием. Он, вероятно, предупредил меня, что я не должен оставлять земную жизнь. Услышав это, врач исчез. Мне не позволили подняться по лестнице, чтобы попасть в храм. Потом я проснулся и обнаружил себя на больничной койке. Медсестра, заботившаяся обо мне, поделилась, что в тот момент, когда я терял сознание, вокруг меня было свечение. Она утверждала, что подобное она видела, когда люди переходили в иной мир, вспоминал Юнг. Я испытывал сильный гнев по отношению к доктору, который вернул меня к жизни. В конце концов, после этого путешествия прежний мир казался для психиатра подобным тюрьме. Вместе с раздражением Юнг ощущал тревогу. Психиатр был уверен, что если в его видении врач вышел из храма в скале, где открываются все тайны, то это означает, что дни этого врача сочтены. Из книги «Сердце и жизнь». Я пытался поговорить с врачом об этом, но он меня не пытался понять. Мне хотелось предостеречь его быть осторожнее. Я был абсолютно уверен, что его жизнь в опасности. И мое предположение оказалось верным. 4 мая 1944 года мой врач заболел, и больше он не приходил в сознание. Мне сказали, что у него было заражение крови. Вскоре он скончался. Он был хорошим врачом, говорил психиатр. Это практически означает продолжение жизни. Ранее я избегал обсуждения темы загробной жизни, поскольку не мог найти доказательств для своих убеждений. Однако сейчас я желаю высказаться на эту тему. Даже если мои рассуждения окажутся ошибочными, я считаю, что это важно сделать. Я чувствую, что отказ от этого мог бы привести к потере чего-то значимого, говорил Юнг. Психиатр утверждал, что реальных доказательств существования жизни после смерти нет. В то же время, существует опыт, который заставляет нас задуматься. Он описывал этот опыт не как конкретное доказательство, а как лишь признак возможного существования души. Карл Юнг рассказывал о нескольких случаях, которые произошли с ним в разные годы его жизни в качестве примеров. К примеру, Карл Юнг задумывался о смерти своего друга, который скончался накануне похорон, на которых он присутствовал. «Сидя в своей комнате, я вдруг увидел, что мой покойный друг стоит в моей комнате и зовет меня идти за ним. Я решил последовать за ним, и мы пошли вместе, прогуливаясь по саду и приближаясь к его дому. Он вел меня в свою библиотеку, куда я раньше никогда не заходил», — вспоминал Юнг. «Мой друг залез на стул и достал с верхней полки третью книгу из пяти в красной обложке». Этот случай сильно заинтересовал Юнга, что в тот же день он сам пошел в дом друга и попросил вдову показать ему библиотеку. Юнг поднялся на стул и увидел пять книг Эмиля Золя в красных обложках. Он взял третью книгу и увидел надпись «Завещание покойного». Это был еще один случай, когда Юнг увидел факты, которые указывают на существование жизни после смерти. Когда ушел из жизни двоюродный брат его жены, Карл Юнг получил еще одно подтверждение. Он видел во сне, как кровать его жены превратилась в глубокую яму, из которой появился силуэт женщины в черном. «Я проснулся и посмотрел на часы. Было три часа ночи. Я сразу подумал, что этот сон предвещает чью-то смерть. Утром мы узнали, что двоюродный брат моей жены умер в три часа ночи. Мы, конечно, не можем точно знать, что на самом деле означают эти истории. Потому что нам следует осознавать, что мы не можем быть уверены в том, что находится за пределами нашего понимания. И если существует что-то за его пределами, оно подчиняется совершенно иным правилам и недоступно нашему пониманию», — говорил Карл Юнг. Опыт, пережитый Юнгом, оставил на нем невероятные впечатления и стал переломным моментом в его жизни и профессиональной карьере. Он утверждал, что эта тесная встреча со смертью укрепила его убеждение в существовании высших сил и продолжении жизни после смерти. «Я не верю в Бога, а знаю, что он существует. Верить — это значит принять без доказательств, в то время как я просто знаю, что он существует. Я также уверен, что смерть не является концом. Потому что существуют психические явления, неподчиненные пространству и времени. Можно видеть вещи и сны, предвидеть будущее и тому подобное. Эти феномены просуществовали на протяжении веков, и лишь невежество отрицает их существовании. Они доказывают, что наш разум не ограничен пространством и временем. Отсюда вытекает, что психика не подчиняется физическим законам, что в свою очередь указывает на продолжение жизни после смерти», — говорил психиатр. Напишите в комментариях, что вы думаете о словах Карла Юнга и верите ли вы в жизнь после смерти. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем добра и счастья!